Городской округ Щёлкова выбирает депутатов в Государственную и Областную Думы, тех, кто в ближайшие пять лет будет принимать важные для Подмосковья и всей страны законы. Одними из первых свой гражданский долг выполнили щёлковские спасатели. В ответственный для страны день их поддержали верные друзья – талисманы Корги. Среди голосующих – москвичка Елена Довжук. Накануне она открепилась от участка по месту жительства, чтобы со своим любимым питомцем Панчо проголосовать на участке номер 3432 во Дворце культуры имени Чкалова. Мы часто приезжаем в этот город, нам он очень нравится. С каждым разом он выглядит всё лучше и лучше. Голосовали мы за перемены к лучшему и надеемся, что всегда будет так. Это же наша страна. Мы же должны быть уверены в своём будущем, в будущем своём детей. Поэтому мы всегда принимаем участие в выборах. Это очень важный день для нашей страны. Ну и потом спасатели Щёлково и Единая дежурная служба, которая работает вместе со мной, они всегда первыми везде. На пороге трудностей, на пороге решения человеческих проблем. Поэтому мы здесь первые, мы открываем. И надо успеть проголосовать ещё до начала работы. На входе избирателям измеряют температуру тела, вдают маски, предлагают обработать руки антисептиком. В этом году парламентские выборы проходят три дня. Последний день голосования – 19 сентября. Для участия в выборах достаточно иметь на руках паспорт. Военнослужащие Чкаловского гарнизона предъявляют сотруднику УИКа военный билет. На руке избиратель получает четыре бюллетеня. Два – для голосования в Госдуму, отдельно по кандидатам и партийным спискам. Ещё два – в Мособлдуму, состав которой формируется по партийным спискам и одномандатным округам. В каждом бюллетене необходимо проставить галочку «В одном месте» за кандидата или партию. Ход голосования контролируют наблюдатели. Все условия для хорошей, для безопасной работы комиссии и избирателей соблюдены. Наши участки будут работать с 8 до 20.00. Каждому избирателю в любое время для него удобно. Он может прийти проголосовать. Мы видим, что люди хотят отдать свои голоса, поэтому они приходят. По окончании первого и второго дня голосования незаполненные бюллетени в присутствии наблюдателя будут убраны в сейф, а урны для голосования опечатаны. Охрану участка обеспечивают сотрудники полиции и вневедомственные охраны. В заключительный день выборов, 19 сентября, участковая комиссия выполнит подсчёт голосов и составит итоговый протокол, который направят в избирком. Продолжение следует...